Использовали впервые. Гуменюк рассказала о новой тактике россиян во время ночного обстрела. Этой ночью во время обстрела Украины российские оккупанты использовали сложную тактику очень смешанных атак. В частности, впервые украинские военные наблюдали одновременный пуск крылатых ракет и кабов, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона, по словам Гуменюк, одновременный пуск крылатых ракет и авиабомб украинские военные ранее не наблюдали. По словам спикера, наблюдается активизация тактической авиации, применение ракетных комплексов наземного базирования и пуски ракет вместе с кабами, это однозначно попытка врагом нанести ракетный удар максимально эффективно для себя, поскольку знают, что по кабам работать мы не можем, констатировала она. В частности, по данным спикера, в том числе, этой ночью была применена сложная тактика очень смешанных атак, практически одновременно направлялись с тактической авиацией и управляемые авиабомбы по фронтовым территориям и крылатые ракеты типа Х-59 по последующим территориям второго эшелона подготовки, например Кривой Рог, Николаевская область и применялись ударные беспилотники. Фактически все было одновременно и направлено на истощение противовоздушной обороны и с максимальным достижением результата, добавила Гуменюк, отметив, что основной акцент враг перенес, очевидно, в воздух, обстрел Украины. В ночь на 21 октября российские войска обстреливали центральные и южные регионы Украины с применением крылатых и баллистических ракет, а также ударных беспилотников. В частности, сообщалось о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области. Обошлось без потерь. К утру стало известно, что враг повторно ударил по городу, есть разрушение на промышленном объекте. По данным Генштаба, во время атаки враг применил по меньшей мере два вида ракет и дроны Камикадзе. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.